Журналистская автоэкспедиция от Балтики до Арктики прибыла в Нарьинмар. Ее участниками стали не любители экстрима, а сотрудники крупнейшего издательства страны «Российская газета» и информационного агентства БНК. Всего путешественники преодолели 6 тысяч километров и 6 регионов северо-запада. Завтра они отправятся в первый заполярный город Пустозерск, и он станет финишной точкой маршрута. Этот необычный автопробег вызвал огромный интерес у интернет-пользователей по всему миру. За ними с разных уголков планеты наблюдают сотни тысяч интернет-пользователей. Почему, попыталась выяснить наш корреспондент Любовь Пермякова. 15 участников автоэкспедиции сегодня в центре города встретились с жителями Нарьинмара. Горожане спешили познакомиться с путешественниками. Ведь среди них знаменитость. Известный автогонщик, обладатель Кубка России по ралли-рейдам, победитель марафона «Шелковый путь-2010» серии «Дакар» Антон Мельников. Именно он стал капитаном северной экспедиции. «Это вот боевая техничка, которая сопровождает меня на международных соревнованиях. Механики на ней ездят. Для того, чтобы... Она, естественно, оборудована, чтобы куда-то проехать. Поэтому я как шел головной машиной и страховал, так сказать, на тот случай, если придется кого-то вытаскивать. Но этого не произошло. Дорога была замечательная. И мы все рады, что приехали в Нарьинмар». Вместе с Антоном Мельниковым преодолевает километры северного пути генеральный директор информационного агентства БНК и идейный вдохновитель проекта «От Балтики до Арктики» Алексей Лазарев. «Это была самая потрясающая часть пути. Усинск-Нарьинмар. 180 километров по асфальтовой дороге. Но когда вышли на зимник, мы впервые в жизни, за исключением нашего опытного водителя, дакаровского гонщика, попали на зимник. Мы впервые шли в таких страшных условиях в темноте. Нормально, круто очень. Нам, кстати говоря, очень понравилось. Мы, наверное, какие-то заложники стереотипов, что Нарьинмар – это где-то глухомань, еще чего-то. Мы приятно были поражены. Нарьинмар, нам чуть нравится этот город. И мы сегодня смеялись на завтраке, мы будем завтра вас покидать с песней «Прощай, любимый город». Жизнь не только в двух городах России, в Москве и в Питере. Жизнь кипит и бурлит за пределами Садового кольца. И мы хотим показать своим читателям, у нас мощная аудитория в Республике Коми, в российской газете «Охват гигантский» в России. Мы хотим показать, что русский север, он прекрасен». Более 6 тысяч километров буквально на одном дыхании. Все трудности пути сглаживали прекрасные виды северной природы. Но главное – добрые, отзывчивые люди. В каждом маленьком городе и деревеньке их очень ждали. Угощали местными традиционными блюдами, знакомили с культурой и даже помогли создать участникам экспедиции свой фирменный стиль. «Я хочу заметить, что на этой экспедиции не было потрачено ни копейки бюджетных денег. Нас справляли, что называется, всем миром. Вот эти валенки, что на мне предоставили наши партнеры из выльгардской сапоговаляльной фабрики в Сыктывкаре. Куртки сшила сосногорская швейная фабрика. Вот знаменитые вот эти вот шарфики с коми-оберегами, мастерицы из Сыктывкара. Даже варежки и шерстяные носки, которые сейчас на мне, они все сделаны здесь, на северо-западе». Ниньская земля не просто поразила автогонщиков, теперь они стали частью нашей самобытной культуры. Сотрудники турцентра провели для путешественников специальный обряд посвящения. Теперь известный в коме шоумен Константин Басков получил статус северного человека. Говорит, что обрел новые чувства, ощутил себя по-северному, стойким и суровым. И тут же заводит важные знакомства. «Вы же познакомились, я смотрю, да?» «Да, хоря, это же Наринмарский символ. Скажи, хоря, от Балтики до Арктики. Давай, от Балтики до Арктики, молодец!» Теперь хоря станет главным героем журнала «Путешественника», который ведет в социальных сетях Константин Басков. Благодаря такому онлайн-дневнику сотни тысяч интернет-пользователей по всему миру, начиная со старта 19 февраля в Санкт-Петербурге и до Наринмара, вместе с автоэкспедицией преодолевают сотни километров, знакомятся с интересными людьми, посещают российские глубинки. Уже завтра в Пустозерск онлайн-путешествие совершат более 200 тысяч туристов, влюбленных в русский север. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».